Несмотря на все торжество этого праздника, мы, конечно, к Богу пришли через испытания и через скорби. Мы были люди некрещеные, даже, знаете, в советское время. Что отличает человека, допустим, который прошел войну и видел и подвиг, и смерть от того, кто как идет к крещению просто в мирное время? Но мы в свое время кричали «Слава КПСС!». А когда тащишь своего уже практически полумертвого старшего лейтенанта, то «Слава КПСС!» из тебя вылетает, и ты уже хрипишь «Господи, помилуй!». Понимаете? И плюрализм, атеизм, романтизм из тебя вылетают напрочь. И мы к крещению пришли, даже, знаете, ближе к самой дате этого крещения. Это было 3 января 1988 года, когда наш спецназ забирал десантников, и я был командиром этого подразделения. И мы наших ребят уже загрузили на борта и шли к себе на базу, мы были сбиты. Я вам вот что хочу сказать. Моя супруга находилась от меня за тысячи километров. И вот, знаете, есть такое понятие «ёкнуло сердце». Вот «ёкнуло сердце», наверное, может, только у женщины, у жены, у матери. И вот, когда мы были сбиты и падали на своё же минное поле, на своём вертолёте, она внезапно начала читать молитву, которую мы позже сравнили, и она была похожа на молитву «Отче наш». Мы были не крещённые, в храм не ходили. Ну, знаете, вот говорят, передаётся по наследству. Видимо, если в роду есть крещённая кровь, то это тоже передаётся по наследству. И вот под это «Отче наш», которое написала «Сердцем моя супруга», я ползал по минному полю минут 20 и ни разу не подорвался. Меня оттуда достали подъёмным краном за ноги. Но дальше ситуация изменилась. Я уже, когда учился в военной академии в Москве, я на занятиях потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, сделали обследование, и диагноз был такой – рак левой височной доли. «Гнание к величиной скурин на яйцо лопнул, и гной пошёл в мозг». Врачи пригласили мою жену и сказали, «Вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы, уже скрывать нечего. Ваш муж сознание не вернётся. Он проживёт максимум два месяца, и он умрёт. Но операцию мы делать будем – это наш долг. И ещё нужно ваше согласие». Я просто всегда на своих встречах говорю, знаете, прежде всего я хочу сказать о подвиге нашей женщины, о её стойкости, о том, как она, и чаще всего только она, когда уже надеется ни на что и верит не в кого, она всё равно остаётся женой и женщиной. Она абсолютно спокойно врачам сказала, операцию делать, вот что будет, то и будет. У нас дома был поясок «Живый в помощи», 90-й псалом, и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. И вот когда началась операция, в неоперационный день, в 7 утра, она встала на молитву. В 8 часов шла операция, и она в 8 часов читала 90-й псалом, не прерываясь. И последствия вот этой молитвы и мастерства врачей закончились тем, что сейчас ведём этот разговор. И мы после этого крестились. Поэтому, знаете, у нас в каждой семье есть свои чудеса. Есть чудеса, на основании которых надо воспитываться и вот это передавать по наследству, вот эти великие моменты, которые у вас в судьбе происходят. И они помогают, они действительно помогают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!